Святые священно-мученичи Серафиме, моли Бога о нас! Ангелы предсветают Тебя Серафиме, отверзаются святием Отча объятия в небесе. Сына Ти благодать и причастие во веки Духа. Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И сегодняшний воскресный день совпадает с Днем памяти такого замечательного человека, владыка Серафима, который прожил, несмотря на то, что его жизнь оборвалась в Бутове, его расстреляли НКВДшники. Очень такую большую и насыщенную жизнь. И мы на нашем пригоде не первый его раз вспоминаем, но когда вот особенно в День его памяти, именно в этот день его расстреляли, когда вот убивают людей, таких, как владыка Серафим, это какой-то охватывает вообще особенный ужас. Владыка Серафима, это был такой обыкновенный русский гений. Ну, это все равно, что вот Суворова расстрелять, или там Багратиона, или там, ну вот как они же расстреляли Вавилова, или там Сергея Сергеевича Аверинцева взяли бы, да и расстреляли. Он такой человек, которому, ну, при жизни нужно ставить конные бронзовые памятники на главных площадях столицы, там, Санкт-Петербурга. Он вполне этого достоин, потому что это человек, о котором, говорит, это великий человек. В любой области, в которой он преуспел, достаточно было того, что он там сделал, его имя было бы аккуратно, с золотыми буквами в историю вписано. Происходил он из такого знатнейшего рода русского флотоводцев. То есть он так на земле не случайно произошел, он в себя впитал, ну, и знания о своих великих предках. Человек был абсолютно блестяще образованный, замечательный военный, который на этом поприще совершил великие дела. потом стал монахом, потом в церкви дослужился до митрополита. Самым замечательным таким деянием для русских людей – это составлением Серафима Дивеевской летописи, которая легла в основу почитания преподобного Серафима. Он поднял все архивы, и в силу того, что он был весьма сведущ, в точных науках, как военный человек. Он это все исследовал и создал эту летопись вот такой толщины. И если бы не он, то, может быть, мы еще бы сто лет ждали прославления преподобного Серафима. А может быть, этого и не случилось, потому что, ну, вот и в наше время мы помним святых угодников Божьих, но как-то вот всегда что-то этому мешает. Вот. И вот этот труд, он дал эту возможность. Он так возлюбил сердцем преподобного Серафима. И если кто удосужится из нас просто прочесть, а теперь потом подумать, что это все написано на основании переработки огромных материалов рукописных. А теперь возьмите просто от руки и перепишите вот такой том. переработки. Тогда поймешь, что это был за труд. Хотя никаких-то авторучек не было. Писали пером, гусиным. Вот как это все могло выглядеть. Ну и, конечно, закончил он жизнь с точки зрения вхождения вхождения в Царствие Божие лучше не придумаешь. Ему было уже за 80 лет. Он по болезни и плохо видел, вышел за штат, оставил свою кафедру, жил на даче, был лежачим больным. Пришли с носилками, положили его туда, отвезли в Бутово и там лежачего и расстреляли. Вот в силу того, как Достоевский этих людей совершенно очень справедливо назвал бесами, вот такая святость, которую он излучал, она не могла вызвать никакую другую реакцию. Как только вот уничтожить. потому что вот этот свет, который излучал этот старец, он сжег глаза. Хотя он не на виду жил. За ним нужно было ехать, потом везти его довольно далеко от этого места. И вот предприняли этот труд чтобы твердо знать, что его больше нету. Одно его присутствие на земле вызывало в них злобу, ненависть. Многие люди даже до сих пор удивляются, а зачем храм взрывать. Ну, вот у нас тут на Темирязевске стоял храм Нарышкинского барокко Петра и Павла 18 века. Таких памятников архитектуры в Москве осталось совсем немного. мы все знаем, любим, ну, например, вот самый известный такой покрова в филях. Замечательно декорированный храм Петра и Павла. Зачем взрывать? Потому что сам вид храма, он говорит молча о Христе распятом и воскрешем. А они бесы, они его ненавидят. Поэтому всякое упоминание и напоминание о нем, они хотят стереть. Поэтому если можно взорвать, если нельзя, но хотя бы купола срубить и колокольню снести, ну, вот как наш Митрофаневский храм, хотя бы колокольню. Если колокольню нельзя слить, или вот как на Благовещенском куполе, это барабан снести, ну, тогда бы обнажилось помещение, а помещение было нужно там для всяких нужд военной академии, но хотя бы купол снести, чтобы не было похоже на храм. как минимум изуродовать. Сад изгадить надо за тем, что он цветочный. И они изгадили всю страну. Они уничтожили лучших людей. это был именно геноцид. Самые лучшие представители самых славных родов. Это вот нам хронику показывают, там вот сейчас центр в Париже открывали и интервью берут там у графа Шереметьева. Это же все русские фамилии. они даже вот некоторые отмечают сейчас на фасадах нынешний институт Склифосовского храма. Это был странно премьерный дом, построенный графом Шереметьевым в начале XIX века. Они ненавидели все русское, ненавидели этих людей. Они хотели их уничтожить, они хотели стереть с лица земли. А вот такие бесстрашные люди, воины, как Владыка и Серафим, они этому противостояли. Они вот этих совершенно в условиях, когда вокруг беснуются люди, которые убивают не только так сказать императора, но и даже его детей. Вот представьте себе, кем надо быть, чтобы в этих царевин втыкать штык. Вот кем надо быть? Что это за люди? Это не люди, это бесы. и вот этим беснованием было поражено огромная часть народа, к сожалению. Они даже изменяли русский язык, вот например, они говорили расстрелять, они говорили шлепнуть. Для них убить человека как муху, мухобойкой, шлеп, и все. Им это было в удовольствие. И вот мы скоро вступим в год столетия Октябрьского переворота, тогда в результате этого переворота власть захватили бесы. До сих пор, когда едешь по нашей стране, видно следы вот этого изувечивания наших городов, их памятники, их названия улиц, которые названы в честь этих бесов оккупантов. и это еще совсем не изжито. Есть совсем немало людей, которые вот считают, что ну конечно каким-то образом они поддаются люди пропаганде, что вот это было все правильно, справедливо, они хвалят этих людей, некоторые даже скучают по ним, что вот бы сейчас бы хорошо бы нам опять таких. Ну хорошо, но что тогда будет с Россией и с нами со всеми? Когда убивали старика только за то, что он некогда, когда был здоров, был митрополитом, а до этого был военным, был церковным писателем, был художником. Вот каждый из нас может пойти в храм Илья Обыденного и там за престольный образ написан рукой владыки Серафима. То есть он был замечательный художник. То есть к чему он не прикасался, все было в этом направлении весьма и весьма достойно и совершенно. Вот есть такое присловие, что есть человек талантлив, он талантлив во всем. И вот мы к чему пришли. Музыканты у нас еще есть, балерины еще тоже пока есть. А где наши художники? А где наши скульпторы? А кто в данный момент великий русский архитектор? А кто писатель? А кто композитор? А раньше мы их могли насчитать горстями? А кто ныне великий русский поэт? Кто? Фамилию? Их нет. Все. Земля опустела. И вот то, что она опустела, это опустошение началось именно вот тогда, сто лет назад, когда также был убит Есенин и все Мандельштам Гумилёв. Но что это за люди, которые убили Гумилёва? И что сейчас вместо Гумилёва? Евгений Евтушенко. Здрасте. Братская ГЭС. Я всех очень сильно поздравляю. Поэтому эпоха страшная. История России в 20 веке это история страшная. Но это не значит, что в этой эпохе не жили русские гении и не прославляли своей жизнью эту страну и нашу историю. Наша история это не история бесов. Наша история это история таких людей, как владыка митрополит Серафим Чайчаков. Спаси все Господи. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...